В этом году мы отмечаем полувековой юбилей полета первого белорусского космонавта Петра Климука. Старт экипажа состоялся 18 декабря 1973 года. Петр Ильич стал командиром корабля «Союз-13». В космос вместе с ним полетел Валентин Лебедев. Продолженность полета составила свыше 7 дней и почти 21 час, в течение которого экипаж провел различные астрофизические исследования. К Международному дню космонавтики, а также памятной дате первого полета нашего земляка в Брестском областном краеведческом музее презентовали новую выставку. У нас собралась очень хорошая коллекция музейных предметов, посвященных теме космоса. В частности, на этой выставке представлено более 220 предметов на эту тему из разных коллекций нашего музея. И многие предметы были переданы лично Петру Ильичом Климуком. Некоторые экспонируются у нас впервые. С этими предметами в ходе экскурсии посетители смогут ознакомиться. И, конечно, эта выставка очень созвучна теме этого года, года мира и созидания, потому что именно мирное освоение космоса – это, я думаю, то будущее, которое тоже объединит всех людей. Личные вещи Петра Климука. Плакаты космической тематики и раритетные экземпляры из «Звездного городка». Но не только это. Книги, марки, прототипы летательных кораблей, значки. На выставке есть личные вещи первых летчиков-космонавтов мира. Мы очень и очень гордимся тем, что мы имеем личные вещи первых космонавтов, первых, номер один, Венгрии, Германии, Болгарии, Румынии, Польши. Откуда эти вещи? И что это за предметы? Это фуражки вот этих первых космонавтов. Это комбинезоны кубинского космонавта, Арнольда Томаэмэндесса, немецкого космонавта, язык Монтайена. И это, конечно же, все благодаря огромной собирательской работе бывшего сотрудника нашего музея, Ярошенко Алексея Егоровича. Генеральный консул России в Бресте Олег Мурашев преподнес дар музею раритетные фотографии рисунков российских и баросских школьников, побывавшие на МКС в рамках конкурса, который проводился совместно с Роскосмосом. Все посетители музея узнают и об этой странице молодых брещан, которые не только пишут, да, картины, связанные с космосом, но я надеюсь, что и, конечно, на каком-то этапе присоединяться и к другим проектам. Поэтому я с большим удовольствием вам передаю. Отправиться в уникальное музейное путешествие и стать ближе к звездам можно будет до 30 апреля.